Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы вновь поиграем в игру под названием Компьютерная Эволюция. Проблема, правда, в том, что прошлая версия, которую я записывал вчера, была немножечко нестабильна, поэтому пришлось скачать более раннюю игру, в которую мы сегодня и будем играть. Она должна работать более-менее плавно. Что ж, конечно, мы начинаем с выбора нашего имени. Звать меня в этот раз будут не просто Александр, меня теперь будут звать Александро. Да, так, по-моему, звучит гораздо эпичнее. Что ж, поехали, мне 16 лет, и моя жизнь только начинается. Да, родители, поднакопив немного деньжат, покупают мне мой первый компьютер. Ух, в связи с некоторыми банковскими неурядицами на вашем счету чудесным образом оказалось 750 рублей дополнительно. Что ж, это здорово, друзья, но это радует. Включена пауза, окей. Всё, игра стартанула, и в этот раз мы бы оказались в условиях более суровых. Почему? Потому что денег у меня теперь не 15 тысяч. В этот раз мои родители оказались немножечко беднее, и у меня всего лишь 3000 рублей на личном счету. Но с этой суммой, думаю, мы тоже сможем что-нибудь наворотить, что-нибудь придумать. Вот только я не знаю, с чего стоит начать. Наверное, стоит начать с поиска работы, друзья. Или с поднятия, эээ, на работу я устроиться не успел, слишком много болтал. Давайте начнём с поднятия настроения. Потому что если настроение упадёт, это будет всё грустно. Съездим на шашлыки, свежее мясо, дымок, эх, как вкусно. Зашибись, только настроение поднялось у меня едва ли. Еле-еле-еле-еле-еле. Но давайте, наверное, ещё и путешествие вокруг света организуем. Блин, это дорого. Ладно, схожу в кино с любимой девушкой. Всё, настроение у меня вроде зашибись. Можно начинать мой компьютер потихонечку исследовать. Что мы имеем на данный момент? У меня есть Intel Celeron на 700 МГц, у меня материнская плата Asus неплохая, оперативка Corsair, что тоже радует. Жёсткий диск Quantum Fireball какой-то, насколько он непонятно. И долго устанавливаются программы. Да-да-да, это очередная реклама, она нам не нужна. Оптический привод у нас. Друзья, наверное, стоит всё-таки начать с покупки операционной системы, потому что без неё у нас руки связаны. Купим себе что-нибудь, наверное, в этот раз попроще, потому что денег у меня нет. А, хотя всё равно я буду покупать Windows NT. Стоит он всего лишь 604 рубля. А если взять не... А, можно не лицензионную версию купить? Будем, друзья, заниматься пиратством, чёрт возьми. Потому что на лицензионную винду денег у меня не хватает. Пока будем пользоваться этой. Что? А почему? Подождите. У меня же жёсткий диск есть, почему я не могу его использовать? Что за беда? Либо там просто не хватает памяти, либо хрен его знает. Ладно, придётся пойти и купить себе новый жёсткий диск. Так, где он у нас здесь? Вот жёсткий диск. Что мы имеем в продаже? Western Digital или Fujitsu? Fujitsu у нас... А, нет, Western Digital на целых 7 гигабайт. А Fujitsu на 4. И цена, слушайте, разится. Давайте, наверное, пока купим себе Fujitsu. Да, свой старый я продам за 533 рубля. О, так можно... Подождите. Можно сразу себе позволить... Да, Western Digital я больше заработаю, нежели... Эээ... Вы хотите продать свой старый Fujitsu? Да, ладно, окей. То есть я просрал немного денег на ровном месте. Из-за своей глупости. Но не беда, зато теперь я могу поставить себе какую-нибудь операционную систему. И это будет Windows 8 NT. Конечно же, пиратка, друзья. На лицензию деньги тратить мы не будем. Такс, у меня есть несколько разделов. И некоторые из них почему-то не активны. Статус активен. Статус основной логически. Ладно. Поставим винду на основной жесткий диск. Это логично, по-моему. Покупаем. Хотя она и бесплатно стоит. И у меня вылазит синий экран смерти. Почему? Чё, погодите. То есть пиратка не заходит, друзья. Придётся всё-таки покупать лицуху. Ладно, жаль. А почему здесь есть пиратка, если я не могу её установить? Так нечестно. Игра. Ты меня дуришь. Далее нам потребуется наверняка браузер, чтобы выходить в интернет. Какой браузер мы купим? Ну, интернет-эксплорер, он бесплатный. Это понятно. Тоже на основной жесткий диск. Покупаем. Ничего другого на выбор у нас нет. Да и вообще все браузеры бесплатные. Не знаю, может быть раньше и были платные браузеры. Но этого времени я, слава богу, не застал. Окей, теперь мы поздравляем. Теперь вы стали чайником. И я, по идее, должен теперь научиться выходить в интернет. Но интернета у меня модема, друзья, нет. Надо купить ещё и модем. Первую прибыль мы сможем получать только в интернете. Поэтому, ладно, надо раскошелиться на US Robotics. Самый дорогой модем, который имеется на данный момент. Мы его купили. И можем стать настоящим юзером. Так, можно создать себе сайт. Но, опять же, для этого требуются деньги. Начнём, наверное, с почты. Будет почта, называется... А чё? Мах... Мах... А чё всё исчезло? Ой. Во-во-во-во-во-во. Майхов-хов-хов. Нормально. Весь предоплаченный трафик за интернет закончился. Окей. А где тогда мне купить трафик? Чё-то я забыл. Здесь у нас различные развлечения. Здесь мы можем работу взять. Хорошо, что я успел вовремя. Совсем забыл про работу. Буду работать дворником. Зарплата маленькая. Но... Мы не жалуемся. Для тестирования компьютера нужно установить необходимое. И, по-моему, по-моему, где-то здесь я покупал себе интернет-трафик. Или здесь. Я не вижу. Слушайте, я не вижу. Я вижу модем, но я не вижу интернет-трафик. Где можно приобрести? Я... Я совсем запамятовал. Я же покупал его. Обновление системы. Выход в интернет. Нет у меня трафика, друзья. Нет трафика. Ладно, сейчас поищу. Вот, друзья, немного потупив, я, наконец-таки, нашел вкладку «Банк». И здесь-то и можно пополнить счет за интернет. Такс, ну сколько я купим трафика? Один мегабайт стоит практически 2 рубля. Давайте купим, наверное, 200 мегабайт с запасом. Я думаю, в интернете мы все равно сможем заработать. Такс, тут есть логин, пароль, телефон для дозвона. Да, тут старый DSL модем. В общем, трафик у нас имеется. Где посмотреть, сколько у меня мегабайт осталось? Такс, что-то я не вижу. Получено спама. Да, вот предоплаченный трафик 200 мегабайт. Отлично, друзья. И начинаем серфить. Для хакерства мне нужен статус «Продвинутый», как всегда. Ну что ж, я могу заняться ответом на вопросы, либо сканированием и проспечаткой. Так я смогу заработать еще больше денег. Сколько, мне интересно знать, стоит первый сканер? Давайте даже поищем его, наверное, на радиорынке, потому что там будет все стоить дешевле. И смотрите-ка, Canon Canoscan стоит всего лишь 223 рубля. Я думаю, это позволит мне получить какую-то первую минимальную прибыль. Отправляемся в интернет, выбираем сканирование и распечатка. И отсканируете-ка мне советскую энциклопедию. Это будет очень долго, но за это должны хорошо заплатить. Сканируем. Или не так уж это и долго. Посмотрите-ка, полоска продвигается довольно быстро. Вот мне, правда, интересно, сколько я за это смогу получить бабосов. И как вообще мне надо поднимать статус. Потому что, ну, статус дворника, статус чайника меня не особо устраивает. Это закрывает мне многие возможности, а эти возможности я хочу получать. И игра возможности занется надолго. Не знаю, будем проходить ее или нет, но пока мы сканируем старую советскую энциклопедию. Но рублей хотя бы 500 мне за это дадут. Все же там страниц куча, даже если за одну страницу по... Хотя сколько там там мов в советской энциклопедии? Если бы мы не платили за одну страницу хотя бы по рублю, я был бы очень счастлив. Вы получили... Обана! Обана! Вот что значит взаимное уважение. Вы получили 300 рублей, друзья. Может, моя просьба дурацкая, но распечатайте мне скриншоты моей Windows. Ну, давайте распечатаем. Ага, принтера-то у нас нету. Можно еще и на принтере заработать неплохо. 300 рублей, слушайте. Давайте, может быть, сразу вложим полученные деньги в покупку принтера. Сколько он стоит? 380 рублей. А Epson? Ну, купим самый лучший Epson LX300+. Хорошо. И идем выполнять снова в интернет наше задание. И, блин, я еще 8 мегабайт за сканирование и распечатку потратил. Опять... Ну, давай, опять 300 рублей. Слушайте, лишними не будут. Пару раз так отсканировать советскую энциклопедию, и я стану просто миллиардером. Как раз, пока я буду сканировать ее... А нет, смотрите. Когда я занимаюсь чем-то в интернете, время никуда не бежит. Потому что я хочу сменить себе работу, а это получится сделать только 1-го числа следующего месяца. У нас сейчас 23-е число. Окей. Ну, прибыль-прибыль-то хорошо. Вот куда только тратить деньги, как повышать свой статус, свои навыки. Может быть, где-то в интернете я смогу посерфить, что-то найти полезное. Я не знаю. Ну, сейчас залезем в интернет, друзья, полазим по некоторым сайтам. Может, где-то там будет какая-то программа по обучению у меня, и я буду счастлив. Я буду счастлив. Ну, а пока просто сканируем советскую энциклопедию. Надо еще заняться пиратством. Но почему-то сейчас вкладка пиратства у меня заблокирована. Не знаю почему. О, 300 рублей на ровном месте опять. Замечательно. Мне необходимо, чтобы вы отсканировали «Войну и мир». «Война и мир» тоже довольно длинная. Но давайте последний раз что-нибудь отсканирую. И, по-моему, она будет сканироваться даже больше, чем советская энциклопедия. Но советская... «Война и мир» длинная. Большая, объемная эпопея. В нескольких томах. Но советская энциклопедия 100% больше, потому что в ней содержится охрененно много всего. Так, ну и рейтинг у меня все еще остается на самом низу. Видимо, мне дадут новый статус, когда мой рейтинг заполнится до конца. Ну, шкала рейтинга. Блин, реально «Война и мир». Он что, читает ее, а не сканирует? Александру! Давай-ка, ну, быстрее, быстрее, быстрее. Время, деньги, деньги, время. Нам нужна прибыль. Нам нужно взламывать Пентагон в конце-то концов. А мы занимаемся сканированием «Войны и мир». Черт, вот раньше приходилось как начинать, а? Ужас какой, ужас какой. Сейчас все уже давным-давно отсканировано. Хорошая у нас эпоха. В хорошее время мы живем, друзья. 300 рублей опять всего лишь. Пожалуйста, распечатайте мне слова из песен Продиджи. Ну, песен-то у них много, но распечатаем мы их довольно быстро. Сколько мне, интересно, дадут денег за распечатку? Блин, это очень прибыльно. За работу дворника платят 50 рублей, по-моему, в месяц. А за распечатку или за сканирование по 300 рублей за один присест. Хотя, блин, сколько нужно потратить времени, чтобы отсканировать полностью «Войну и мир» или советскую энциклопедию? Это очень долго. К тому же сканеры, наверное, в 99-м году были максимально печальные, максимально медленные. Потому что я помню, у моего отца был сканер, я застал это время еще, и он работал медленно. Это были 6-й, 7-й, может быть, год. А в 99-м даже страшно подумать. Ладно, сколько бы воссов? 300 рублей. То есть за любую работу здесь дают 300 рублей. Нормально. Сколько в итоге я заработал? 2,248. У меня денег, друзья. Это радует. Работу пока поменять нельзя. Может быть, на отдых съездить? Да, тоже особо не хочется. Может быть, вложим немного денег в банк, и это принесет мне какую-то прибыль? Ладно, пока нет. Ждем пока следующего, следующего, друзья, месяца. Устраиваюсь на работу. Вирус. Внимание, приходите к нам в этом месяце. Черт, 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 друзья. Я так и остаюсь до сих пор дворником. Я же работал дворником, да? Эх, я дворник. Я все еще дворник. У меня упал статус из-за того, что моя операционка полетела. Че, придется новую винду ставить? А что делать? Вирусы такие они. Ладно, давайте поставим операционку. Снова это будет Windows NT. Опять 604 рубля. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте попробуем мне лицуху в этот раз поставить. Вдруг сработает, а? Надеюсь, сработает. Пожалуйста. Купить. Эх, нет. Никак. 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 Только лицуху. Опять 604 рубля. Ладно, в этот раз я не... Да что, я ж купил лицензию. Ты че? Твай. Да ну. А деньги-то улетучиваются, да? А нет, деньги остаются. Слушайте, а в чем тогда проблема? Мне постепенно даже платят. Смотрите-ка. А нет, деньги расходуются. Я должен работать, а они расходуются. Непонятно. Такс. Что за дела? Как поставить операционную систему? Windows, давай, ставься. Выбрать раздел. Может быть, я раздел не тот выбираю? Вроде тот. Ооо, в этот раз поставится, друзья, винда. И я же не должен был покупать ее заново. У меня ж винда уже была. А нет, деньги все равно отняли. Хорошо, поставим себе антивирусник какой-нибудь. Аид. Эйдс тест. Это что за антивирусник такой? Я не знаю. Но он должен быть наверняка лицензионным, потому что, блин. Вирусы это дело такое. Мы на них уже пострадали. Лишились бабосиков. И возможно, даже за установку новых программ мне дадут что-то, что-то, что-то. Статус, например. Бренд Мауэр давайте поставим. Ой, Нортон Секьюрити стоит 2000. Жестко дорого. Программа Тестер может быть. Сколько она стоит? Бесплатно. Давайте выберем раздел. Сразу поставим. Это тоже, по идее, должно мне дать несколько очков к моему статусу. Я больше не буду таким жестким чайником. Дисковые операции проводить я не буду. Что-то мне страшно. Браузер. У меня браузер слетел или нет? Так, ладно. Мы можем потестировать компьютер. Здесь показывается, насколько хорош ваш компьютер. Его характеристики, а также общий рейтинг. Естественно, чем он выше, тем лучше. Но тест процессора пошел. Блин, довольно долго. Так, а зачем мне проводить этот тест, если и так все характеристики моего компа выведены слева? Ну, я не знаю. И как узнать, когда я покупаю, какая материнка лучше, какой жесткий диск лучше? Потому что кроме названий в игре ничего не пишется. Модем-то остался у меня хоть? Модем остался. US Robotics. Я помню, да. Версия 90. Оптический привод у меня Samsung CS148F. Он CDR-ный, да? Пока пиратством заниматься я не смогу. Canon, Canon Scan, сканер. Что по принтеру? У меня что, принтер есть? У меня нету кулера, кстати, друзья. Надо, наверное, купить кулер. Купить себе... Или есть кулер? Стандартный какой-нибудь. Стандартный, да. Купить колонки, мышь, клавиатуру, видеокарту. И колонки даже, может быть, у меня есть. Да, смотрите-ка, не такой уж я и бомжара. У меня все комплектующие присутствуют. Но мыши, клавиатура-то у меня по-любому есть. А вот видеокарта, сомневаюсь. Но все же посмотрим. Может, стоит новую реально себе видюху пойти купить, а? Вот не знаю сейчас. Встроенная видеокарта. Да, наверное, стоит купить видюху. Такс, такс, такс. И у меня в банке вклад 750 рублей. Да, там было написано? Опаньки. Тут можно разгоном заниматься. Надежность, разгон процессора. Я чувствую, если я сейчас начну разгонять что-то... А, давайте. Нет видеокарты. Разгоним процессор. Ой-ой-ой, друзья. Вот тут я не знаю, что делать. Обновить биос, разблокировать множитель. Разблокировать коэффициент умножения на вашей материнской плате. Это хорошо, если я разблокирую? Нельзя на Интеле. Понятно. Обновим биос, может быть. Давайте перепрошьем биос. И попробуем все-таки поднять немного напряжение и частоту шины. Множитель, получается, у нас заблокированный. Семерка. Здесь мы ничего сделать не сможем. Ну, хотя бы до 750 я бы хотел частоту поднять процессора. Не знаю, на что это повлияет. Возможно, на мой статус. Типа, я уже не херовый такой хакер. Разгонятель, да? Могу классно все разгонять. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, надо же как-то статус поднимать. Нет, так полезем в интернет. В интернете будем искать пути и способы повышения нашей квалификации, что ли. Разгоняем процессор. Долго, блин. Биос перепрошивается. Че так долго? Он так... Не надо было делать это все реалистично настолько. Это, конечно, реализм, все дела. Это прекрасно, но настолько реалистично. Это жестко, жестко, жестко. Так, перепрошивка биоса завершена. Новая прошивка биоса успешно установлена. Теперь вам доступно изменение напряжения на процессоре и частоты шины ФСБ. О, то есть до этого делать этого было нельзя. Множитель до сих пор нельзя. Ну, давайте, наверное, на 10% частоту увеличим. Напряжение на пару сотых вольта, а множитель менять нельзя. Ну, что, попробуем, что у нас получится. Частота была 700. Что станет? Только вот страшно напряжение было трогать. 770 частота, друзья. Смотрите-ка, мы совсем чуть-чуть подняли напряжение. Чуть-чуть увеличили частоту шины. И здорово, здорово, здорово. Процесс наш... Процессор стал круче. Но статус до сих пор как рейтинг 42 очка. Как его поднять, неизвестно. Может, вы знаете. Деньги расходуются. Видимо, это на питание. Как зарабатывать? Дворником мне не платят практически. Может быть, сейчас получится работу сменить. Черт его знает. Ну вот. Внимание, внимание! Купите модем в нашем магазине. И получите 100 мегабайт предоплачиваемого трафика совершенно бесплатно. Если бы я знал, что это можно было сделать, то я бы это сделал. Такс. И у нас теперь появляется профессия шофер, друзья. Мы теперь не просто какой-то дворник. Мы теперь шофер. Великолепно. Но денег больше от этого не становится. Как они идут вниз, так они и продолжают скатываться. Ладно. Давайте проверим комптом вирусы. Может быть, нас опять вот-вот готово поразить эта вирусная эпидемия. Я не знаю. Я не знаю. И пойду-ка я, друзья, все же куплю в магазин себе новую видюху. Хотя денег не остается. Нет, в интернет. Сейчас полезем в интернет. Плевать на новую видюху. Я пока в игры тут не играюсь. Я пытаюсь тупо заработать на том, чем... Что вот есть под руками у нас. Так. Интересно. Найдены вирусы. Целых два штуки. Но они ведь будут уничтожены сами. Да? Мне не придется ведь ничего делать. Надеюсь. Хорошо. Вроде бы... Вроде бы все нормально. Так. Ну что? Выход в интернет, друзья. Поползли. Интернет здесь выглядит немного иначе. Хм. Ну а что за сайты здесь имеются? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько здесь сайтов? Гораздо больше, слушайте. Ну, happy.ru. Значит, он меня счастливит, этот сайт. Ну, happy, счастье, все дела. Хотя надо было сразу залазить, наверное, на хакер.ru. Там было бы больше полезной инфы для меня. Ну, happy.ru. Прикольно. Бесплатное настроение. А то приходится за него постоянно платить деньгами. Это не здорово. Это не радует. Так будет лучше. Для всех нас. Хм. Долго, блин. Надо покупать новый модем. Черт. Но все равно, в то время сайты даже порой грузились еще больше. Хм. Запрос сценария. Пожалуйста, напишите ваше настоящее имя по-русски. Че это значит? Ну, давай. Меня зовут Саша. Буду Сашей. Плевать. Не будем официально называться. Буду просто Сашкой. Какое замечательное имя, Саша. Ты просто потрясающий человек, Саша. Мы все тебя любим, Саша. Именно тебя мы ценим больше всего, Саша. Никогда не видел никого лучше тебя, Саша. Саша, весь мир восхищается только тобой. Ты самый интересный человек на свете. У тебя все получится. Ты обязательно добьешься всего. Саш, поверь. Жизнь прекрасна. У тебя сегодня будет замечательный день. Тебя ждет грандиозный успех. Юморной сайт. Гы, ваше настроение растет. Ха, прикольно. Не, ну спасибо, спасибо, спасибо. Я думал, здесь будет что-то более серьезное. Пора лезть на хакер, друзья. Так, хакерквест или хак.ру. Ну, давайте хакерквест. Что за хакерквест? Думаю, по прохождении этого квеста, если, конечно, удастся его пройти, мои навыки немножечко возрастут. Потому что пока статус находится где-то в самой-самой-самой глубокой жопе. И даже нельзя пиратством заниматься. Да, эта версия немного посложнее будет, по всей видимости. Если не получится сейчас что-то сделать, придется сканировать, сканировать и сканировать. Распечатывать, распечатывать и распечатывать. Либо отвечать на вопросы. Там тоже неплохо платили. В прошлый раз. Ха, юморной сайт. Гыва наш на... Да, 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 да. А, мы здесь были, друзья. Ха. На этом сайте мы лазили. Что-то мне не нравится. Он, давайте перелезем лучше на хак.ру. Этот квест был такой себе. Печаленький достаточно. А вот на хак.ру... Вот там-то, там-то, я думаю, собака и зарыта. Мы ее раскопаем и продадим. Или принесем в жертву богам. Хакерским. Я не знаю. Но что-то мы с этой собакой сделаем. Нет, вот этот сайт мне прям не понравился. Квест. В следующий раз, я думаю, пройдем его. Если будем продолжать. Пока... Замань... Занимательное чтиво. Оказывается, оно способно помочь в программировании. Это базовое руководство по хакерству с использованием модема. Оно не претендует на полноту изложения материала. Для более глубокого изучения отсылаю вас к консольным командам. Справку по которым можно получить, введя команду help. Имя команды. Здесь и далее предполагается наличие у вас следующих данных. Номер провайдера для дозвона. Обозначение number. У нас все это было, да? Мы же покупали трафик. Порядок операций. Сбрасываем настройки модема командой ATZ. Далее, add dt number. Появится запрос на ввод логина. Вводим логин. Пас. Выполняем команду ipconfig. Для того, чтобы узнать свой адрес. Короче, я не понял, для чего все это нужно было. Но информации полезной минимум. Статус наш такой и остался, блин. Я все еще гребаный чайник. Вроде все здорово. Ладно, куплю себе напоследок видюху. Надеюсь, она будет стоить недорого. О, какой-нибудь. 141 рубль. Нормально. А, хотя вот это IT Rage Pro Turbo. 235 рублей. Смеркалось. Вы включили компьютер. Вдруг с видеокарты что-то упало. Видеокарта оказалась горелой. Черт возьми, ну? Ладно, куплю IT Rage за 370. Были рады вас видеть. У нас появляется новая видеокарта. Разгонять ее пока не буду. На этом, друзья, мы остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Если, конечно, вы этого захотите. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. До новых встреч. Можете поставить лайк. Подписаться. Будьте счастливы. Пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok